Монмоннинг, друзья! Сегодня у нас управитель четвертого дома находится в пятом. У нас, так как сейчас пошли Кены и Кондры, то появляется первая Раджа-йога. Кто у нас уже учился, знает. Кто нет, скажу, что... Это соединение между первым, четвертым, седьмым, десятым домами и пятым и девятым. Когда Кены и Кондры соединяются, то здесь усиливается вообще значение этой планеты, сила. Для меня пятый дом похож на такой магазин, торговый центр. Там и спорт, и творчество, и инвестиции, и проекты, и дети. Ну, прям он как магазин, короче. Там куча возможностей, товаров таких. А четвертый, он является тем местом, где это можно реализовать. То есть это клан, это школа, это свой бизнес. И я замечал, что при таком соединении, да, пятого, четвертого, человек очень хорошо понимает свои таланты через пятый дом и понимает, как их применить практично. Да. То есть это получается... Ну, чтобы понять, в чем именно сила этих соединений, да, четвертого, пятого, то нужно понять, в чем они похожи, да, вот эти дома. Получается, что четвертый дом относится... Вы знаете, он, в принципе, связан с образованием тоже, как и пятый. Только четвертый дом, ну, вот если по трактовкам, он обозначал всегда раннее образование. То есть там школа, может быть, колледж, а пятый, девятый, это более высшее. Почему? Потому что четвертый дом показывает, как человек себя проявляет в кланах. Ну, у нас первый клан, то есть наша семья, а потом школа. Вот, поэтому здесь моменты образования, развития в группах, это как раз четвертый, пятый дома. В этом первая схожесть. Далее. Если говорить про семью, то тут тоже есть некоторые тенденции, да, четвертый дом – это создание семьи, пятый дом – детей. То есть так как эти дома усиливаются, человек хочет развивать свой клан, свою семью, хочет будущего детей, то, в принципе, такой человек более семейный. То есть у него настрой на именно семейную жизнь, если четвертый, пятый усилен. То есть если у нас там усилен больше двенадцатый, ой, второй, одиннадцатый, десятый – это профессия, двенадцатый, восьмой – это тонкие энергии. А вот четвертый, пятый – это вот такие самые-самые земные такие материальные дома. Я бы так сказал. Чего еще у нас там есть? Ну, в пятом доме много разных талантов. В четвертом доме я не замечал, да, что есть какие-то схожести. Но по четвертому дому человек может создать структуру, да, свою, свой клан. А в пятом доме он может передавать знания. А передавать знания, не создав свой клан, ну, невозможно. Ты по-любому создаешь какую-то структуру, какую-то ячейку. Поэтому в этом плане, да, они похожи, потому что как бы они взаимно друг другу помогают. Потому что пятый дом – это дом проектов. Человек там придумывает проект. Четвертый дом – это как материальная реализация этого проекта. То есть он в пятом придумывает, в четвертом реализовывает, да, свою идею. И, в принципе, они, ну, в этом плане они похожи. И как бы это еще больше приближает человека к своему собственному бизнесу, к своему творческому, ну, не обязательно творческому, к своему какому-то проекту, к какой-то придумке. Вот, так что здесь тоже схожесть. Пятый дом более многофункциональный, там очень много значений. Но вот именно, которые состыковываются с четвертым, я думаю, что это основа. Больше я не вижу. Если кто-то еще что-то помнит, напишите в комментариях. Так, ну, у кого четвертый связан с пятым, то есть каким образом? Управитель четвертого находится в пятом, можете поделиться. Вот, ну, знаете как, поднимайте руку, и я вас вызываю. Так, сейчас посмотрим. Так, пока что ничего вы тут еще не писали, да? Напишите, кто у нас готов своими наблюдениями поделиться. Или, может, руку поднимите. Управитель четвертого в пятом. Есть у нас такие люди? Да, давайте, не стесняйтесь. Ну, может быть, у вас есть близкий родственник, либо знакомый с таким соединением. Я вообще, когда таких людей встречал, я заметил, что они очень деятельные. Они постоянно что-то придумывают, что-то организовывают. У них очень сильная творческая энергия. Они очень хорошо работают в коллективе. Они не являются одиночками. Они хотят передавать, да, полученные навыки. То есть, это повышенная активность из-за вот этой раджа-йоги в проектах организации она есть. Что, неужели никого? Сложно, видать, соединение. Так, Анисон, давайте проверим. Включил и лоуджу спик. Да, можете говорить. Да, нажимайте на микрофон. Я вас включил, Корчаева Анисон. Алло, здравствуйте. У меня дом пятый, и управитель четвертого. Это кто соединение? Или я не так понимаю? Так, у вас в пятом доме стоит планета, которая управляет четвертым. Да, так, ну вот. Да, все верно. А можете видео включить? А как? А, вот. Так, сейчас. На работе. Пока не видно у вас. Получилось включить, нет? Да, да. А, вот. Я вот. О, все. Здравствуйте. Когда вы родились, скажите? 27 октября 78 года. Так, сейчас. 78. Что-то оно подключивает. Ага, время. 17.52. Город? Нальчик. Ну, ближе к Нальчику. Окей. Так, мы видим, что Луна управляет четвертым домом. Но, опять же, да, от планет многое зависит. Помимо соединений. Мы понимаем, что она Раджа-йога. Она, конечно, усиливает элемент семейности. Потому что это Луна. Так, уже не в детей, в семью. И она усиливает творческий аспект в пятом доме. Вот. То есть, получается, что она не выходит в деньги. То есть, она отвечает чисто за творческий потенциал. Так как она с Сатурном. То тут мышление структурное. То есть, не просто там человек, который картины рисует. А человек, который умеет придумать, опять же, да, проект. Разработать его. То есть, это такое с техническим соединением есть. Ну, то есть, Сатурн все структурирует. Вот. Также Луна с Луной в умении убеждать. Вы можете хорошо передавать знания по Луне. Луна с Юпитером. Юпитер в экзальтации. В четвертом это учитель. Вот. То есть, это дополнительные ваши сильные свойства. Где вы можете обучать, передавать знания. И очень хорошо, в принципе, в коллективе можете себя чувствовать. Мне интересно, есть ли у вас сильная направленность на семью, детей? Или вы уделяете внимание работе, бизнесу своему? В чем приоритет? Моя дочь всегда говорит, что ее не хватает внимания. Видимо, не столько, сколько должна. Но у вас есть свое дело, свой бизнес? Может быть, с мужем? Нет. Своего дела нет. Ну, я, как сказать, бухгалтер в Минюсте. Ну, вы там как в коллективе работаете? Часто соприкасаетесь с другими людьми? Либо как сами по-серьезски? Ну, вообще, здесь я недавно. А так, все-таки это, наверное, про меня все, что вы сказали. Что я всегда что-то деятельное. Вам хорошо бы, чтобы вы сами разрабатывали. То есть, ну, в бухгалтерии это достаточно статичная работа. Делаю постоянно там отчеты. Ну, скучновато, если честно. Для вашей карты не очень подходит. У вас такая Венера в своем знаке выходит. Мне знаете, что понравилось? Я в прошлом, позапрошлом году недвижимостью занималась много. И вот мне это очень нравилось. Движняк нужен. Вам, во-первых, нужно работать на себя, либо свой бизнес создавать. Чтобы была возможность создавать что-то внутри. Какие-то свои идеи реализовывать. От проекта к проекту работать. То есть, тут, например, вы, да, здесь риэлтор, например, продали или сдали квартиру. У вас следующий проект, следующая квартира. Но это куда интереснее для Луны и для Овна будет. Я покупала квартиру, там, ремонтировала. То есть, занималась дизайном, ремонтом и продавала. О, дизайн. Это у нас Венера Солнца. Ну, то есть, получается, в семье вы не растворились. Хотя с вашей картой это вполне возможно. Но я вижу, что все-таки есть очень сильные положения в домах денег. То есть, это ваш выбор. Но большинство карт, вот, именно таких, как ваша, выбирают семью и ребенка. Но, опять же, я всегда говорю, люди разные. Они очень по-разному проживают. Поэтому моя задача, как это, всегда это спросить. Вот. Я, нет, я, наверное, все-таки больше не семейная. Ну, как бы, не такая семейная, как ты делаешь. И это даже, если честно, удивительно. С вашим Юпитером в экзальтации в четвертом доме. Слушайте, а вы вот ректифицировали свою карту? Вы в ней уверены? Вы мне, вы как раз свои делали. Я думала, что я телец. Это недавно я с вами. А, если я ректифицировал, значит, все норм. Я просто на всякий пожарный спрашиваю, потому что у вас тут знак пограничный. Ну, то есть, Овен последний. Да, я до сих пор, до вас я думала, что я телец. Ну, мне говорили, что телец больше похож. Поэтому. Ну, я понимаю, у вас просто, видите, почему бывает, я просто не помню, что я вас ректифицировал. Я уже, ну, голова не помнит. Но чаще всего, когда мы не видим некоторых совпадений в домах, то надо обратить внимание на период. И я вот тут вижу, что у вас Раху 2012-го. Ну, как бы Раху не сильно заинтересован в семейности. Поэтому он как бы разбавляет, да, вот эти планеты. Не настраивает нас больше на самореализацию, так скажем. Я и развелась, я была замужем, разошлась. Поэтому логика есть. Ну, да. Поэтому у вас, вот если убрать все, что вы делали, вот предположим, у вас безграничные возможности. Ничто вас не тормозит. У вас есть деньги для этого. Ну, какое бы дело вы открыли? Что-то с недвижимостью. Я же говорю, мне это нравится. Это дизайн недвижимости или продажа? Ну, все, можно было. И продажи у меня это тоже хорошо получается. Хорошо. У вас вот есть просто два намека на... Смотрите, у вас конкретной связи домов денег с недвижимостью нет? Ну, есть необычные элементы такие. Во-первых, Венера с солнцем – это бьюти, красота и, в принципе, чувство вкуса, стиля. И луна в пятом, она очень творческая. Плюс она управляет четвертым домом недвижимости, она раджа-йога. То есть, внутри карты есть намек и отдельный намек в домах денег. И когда мы намеки вот так вместе собираем, мы видим, что есть талант именно по дизайну. И тут у вас должен быть творческий полет, тогда луна раскрывается. И причем, знаете, вы автоматически, работая на себя, если вы из дома будете 3D-моделированием заниматься, прорисовывать все это, план делать, у вас будет больше времени и для семьи. Двух зайцев так сразу, да? Потому что луна же управляет четвертым, и она в пятом, она должна говорить, внимание, дети в семье. Плюс работа на себя, все соединяется, и у вас четвертый-пятый расцветает. Понимаете, да? Вот. Это самый быстрый способ. О, правильно, видите, аж гром прогремел у меня тут. А чем, вот по карте, чем я должна заниматься? А я вам сказал уже, имидж, бьюти. Бьюти-индустрия, а у вас бы имидж тоже получился. Венера-Солнце, ну. Понятно, что вы проработали на скучной бухгалтерии, это Сатурн. Нет, я не всегда в бухгалтерии, кстати, я здесь год или я в банке работала всю жизнь. Ну и банк тоже, это все туда же. Сатурн, он за статику отвечает. Документы, там, деньги, вычисления. Пятый дом. Вот не знаю, почему именно пятый, я это пока для себя не понял. Но именно вот я начинаю замечать вот последние два года, что помимо того, что это Сатурн с Луной, что это статичный труд. И Сатурн управляет домом денег. И почему-то именно пятый дом. Либо Луна, либо Сатурн там стоят и управляют. И причем эти люди, они не остаются в этой профессии. Они часть жизни отдают этому. Как будто это надо пройти по этому Сатурну. Либо банк, либо бухгалтерия. И потом у них уже чуть позже включается уже второй дом, где другие характеристики. Это так необычно. Но в любом случае, даже если вы уйдете в Венеру, Сатурн, он останется рабочим. Только он будет работать не как статика, а он будет работать как создание своей организации, бизнеса. То есть структуры. И вы будете использовать по другому предназначению. То есть, грубо говоря, когда карта не до конца работает, то вы использовали, получается, треть силы ваших планет по деньгам. То есть Сатурн мог бы вам помочь создать свое дело, но вы были в другом плане, но тоже в структуре, в достаточно жесткой, в банке, где делали статичную работу. Это тоже Сатурн. Но он не реализованный Сатурн. То есть, это частичная реализация. Понимаете? И вот такая вот... Ну, это хорошо, что вы это прошли. Логика в этом есть. Почему-то же люди это проходят вот именно с вашей карты. Поэтому идите в то, что вам нравится, деньги там идут быстрее. Плюс дом планов, то есть работайте на себя, выделяйте больше времени семье. А у вас больше времени для семьи, потому что будете сами контролировать свое время. Потом вы обучите других этому, будете уже контролировать этот процесс. По Сатурну будьте хорошим управленцем. Сатурн с Солнцем – это тот, кто управляет процессами. И, кстати, Сатурн у вас тоже так же йога. Всю Луна и Сатурн. Мощь вообще. Вот. Так что вот такая история. Спасибо. То есть, наша задача – все это сшить, соединить. Ну, давайте, пробуйте. Вы у нас просто ректификацию проходили, не обучались, да? Нет. Просто... В принципе, если вы будете обучаться астрологии, у вас сразу, ну, взлетит Юпитер, экзальтированный, он очень мощный. Кету в 12-м будет удовлетворен. Что вы думаете, он там делает? Кету – это тонкая энергия в тонкой энергии. 12-й, да. Это тоже, да, достаточно эзотеричное положение. Марс насытится в восьмом доме, который, в принципе-то, заинтересован здесь в эмоциональных выражениях и сексе. Но восьмой дом, когда связан с первым, это тоже дает мистические, да, наклонности личности. Поэтому Марс переведен в другую плоскость. Вот. То есть у вас... Ну, и при этом, если вы будете консультировать хотя бы своим близким, просто, ну, даже ограниченному кругу людей, у вас седьмой дом очень сильный, в ответственности за других, помощи. Тут Венера, Солнце, впадение Меркурия. Вот Солнце как раз, да, когда с клиентами работаешь, оно поднимается очень сильно. Вот. Но это также клиенты по бизнесу, в принципе, да, где вы кого-то консультируете. Этим я все время занимаюсь. Я все время кого-нибудь консультирую, я все время кому-нибудь помогаю. или что-нибудь организовываю, это тоже про меня. Ну, же уровень. Где-то что-то организовать, это вот ко мне всегда обращают, ну, часто. Ну, вот, вам нужно консультировать своих сотрудников, не людей, извините, это должна быть ваша структура, которые будут постоянно у вас спрашивать, а это как, а что, как. И вы будете кайфовать от смены деятельности, что это ваше. Я не знаю, ну, может быть, это не так, ну, неправильно считать, но все равно. Овен такой специфический знак, ну, как и лев, в принципе. В большинстве случаев лучше таким знаком, ну, понятно, что надо еще дома смотреть. Ну, в вашем случае тоже, как бы лучше на себя. Овен слишком индивидуален в этом плане. Вот. Поэтому развивайте его, и шестой дом тоже у вас там раху. Ну, я бы не сказал, что он как бы дает именно подчинение. Тут больше управленческих таких качеств. С Меркурием дипломат в седьмом. Больше у меня есть качества и работают сюда, я сейчас. Да. Поэтому все есть, развивайтесь. И там в два раза быстрее все реализуется. Банковскую сферу вы прошли, она в прошлом. Сюда не надо возвращаться. Так что такие дела. Спасибо. Спасибо. Город вообще. Спасибо. Так, выключить надо. Да, выключить микрофон. Так, вы можете там нажать на внизу. Ага, спасибо. Ну вот, так что соединение мне такое нравится. Одно из самых сильных, когда кендеры с клонами соединяются. Это мощнейшая йога, которая поднимает. Ну, короче, любая планета, управляющая у вас из пятого дома четвертым, как и наоборот, она в несколько раз усиливает себя и дает возможность, ну, человеку, ну, только если у него есть условия определенной свободы, где он может сам что-то создавать, опять же, это свой бизнес, тогда эти дома будут работать. Если вы работаете на кого-то, и если у вас ограничения, и там нужно делать план просто, там нет ничего такого творческого какого-то элемента, то соединение не работает в таком ключе. И, ну, в ее случае сильно заработал Сатурн. Тоже рожа-йога, он перебил Луну и ушел в статичную профессию. Видите, насколько тут все живое в карте, и насколько там много вариантов. Наша задача научиться, я чему людей на курсах и учу, чтобы люди поняли, откуда на самом деле идет данная информация. И вот это самая большая проблема астрологии. Потому что даже когда люди изучают все планеты, дома, знаки, уже соединяют, и вроде бы как понимают, как все устроено, почему-то наделяют свойствами не те планеты. Например, вот мы узнали про то, что она там работала в банке. И человек, который не знает вот эту статистику, не проходил вебинарную поддержку, он начнет искать там, ну, Меркурий, например, да, банк. Вот Меркурий, тут дипломатия. Да, и может, например, перенести это на другую плоскость, то есть вообще, что это другая планета. И так можно ошибиться в направлении профессии. Потому что мы, знаете, до этого, когда я учился в школах в разных, почему-то очень сильно разделялся 11-й и 2-й дом. Это были разные направления, человек мог выбрать что-то из этого, но лучше типа 11-й. Так вот, с годами я понял, что чтобы работали деньги, должно работать все. Вы одновременно должны работать так, чтобы у вас работал и 2-й, и 11-й, и 10-й. В одной профессии должно быть все. Либо у человека приходится вести несколько бизнесов, параллельно, которые друг друга взаимодополняют, либо дают разные характеристики. В общем, чтобы вот это все собрать и вывести в одну линию, тут уже знания не астрологии нужны, тут нужно уметь мыслить по-другому. То есть это нужно конкретно практиковать. Это невозможно выучить, это надо просто постоянно делать, пока не появится алгоритм какой-то в голове, не начнешь видеть закономерности. Там просто не запомнишь же все тысячи вариантов, чтобы Сатурн с Луной в пятом доме, и Сатурн управляет 11-м, банковские служащие. Здесь логика есть. То есть запоминать это нет смысла. До этого студенты, кто учат, они могут догадаться, что Сатурн мог дать банковское дело, даже если они не помнят статистику. Ну то есть мы должны сами доходить до всего, потому что у нас голова же не может помнить все соединения реально. Я вот миллион уже этих планет просмотрел, и я бывает забываю, какая узкая профессия должна быть. Но я помню, то есть я примерно понимаю по ощущениям, куда в карте это все ведет, как бы вам объяснить. В целом очень много намеков вижу. Тут намек от этой планеты, тут намек от той. То есть я не пытаюсь вспомнить, я пытаюсь увидеть, на что эта карта намекает. И это уже больше интуиция. Вот. И я надеюсь, да, что вот этой астрологической интуиции люди научатся, потому что, ну, это живая наука, и ее нужно изучать именно вот в живом смысле этого слова, не просто когда мы запоминаем что-то. Ну, я могу это опять же связать с моим любимым направлением. Можно, конечно, набивать удар в боксе, но ты же не будешь выходить на ринг и вот так вот делать, как робот. То есть ты научился чему-то и делаешь как-то это дело с грушей. Все, там другие условия, там практика идет, ты начинаешь импровизировать. Вот та же самая карта. То есть это некая импровизация, но с логической цепью. Окей, дальше получается у нас управитель четвертого в шестом. Очень интересное соединение, разноплановое. И там другие значения будут, потому что четвертый и пятый, они как-то похожи. Одно вытекает в другое. То есть сначала мы создаем семью, потом пятый дом, дети появляются. То есть это как продолжение взаимодополнения. Но шестой дом, четвертый по-другому как бы дополняет немножко. Функции у них очень разные. Так что мне, если честно, нравится именно вот такие соединения рассказывать, потому что там чем дальше непонятнее дома, тем интереснее друг от друга. Так что вы на связи. Ну и пишите свои впечатления, у кого есть такие соединения. Так что знание – это сила. С вами был Макс Амер. До новых встреч.